Сегодня по всей России приспущены государственные флаги, отменены развлекательные программы, в том числе еще со вчерашнего дня они исключены из сетки вещаний российских телеканалов. В стране объявлен общенациональный траур по погибшим пассажирам и членам экипажа самолета Ту-154, разбившегося по пути из Сочи в Сирию. Поисковая операция не останавливалась даже ночью. Специально для этого местная аварийно-спасательная служба развернула по береговой линии района крушения 17 световых башен. В зону катастрофы дополнительно перебросили более тысячи военнослужащих. Спасательные суда с оборудованием для водолазных работ на глубинах до 400 метров. Поиск останков самолета и тел погибших будет продолжен в течение дня. Уголовное дело по факту крушения самолета Ту-154 возбуждено по статье о нарушении правил полетов. Расследование поручено Центральному аппарату Следственного комитета России. Отрабатывается весь спектр причин катастрофы в районе Сочи. Среди них есть и версия теракта. В сети появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых, возможно, запечатлен момент крушения Ту-154 в Сочи. В этом видеоролике зафиксирована яркая вспышка в небе. Некоторые эксперты предположили, что самолет мог взорваться в воздухе. Тем не менее, межведомственная комиссия призывает не торопиться с выводами и дождаться официальных заявлений. Версии рассматриваются по линии Следственного комитета. Конечно, отрабатывается весь спектр и любые возможные причины, которые могли привести к катастрофе, но говорить об этом сейчас преждевременно. Уже сегодня найденные тела погибших начнут доставлять в Москву, в Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Министерства обороны России для идентификации. Опознать многих погибших в авиакатастрофе российского Ту-154, вероятно, можно будет только по ДНК. Сочинских врачей, где сейчас находятся останки жертв и куда еще накануне приехали родственники, консультируют психологи Московского института имени Сербского. Всероссийский союз страховщиков, который должен выплатить компенсации семьям погибших, с сегодняшнего дня начинает прием документов. Родственники военнослужащих получат 8 миллионов российских рублей, это около 120 тысяч долларов. Семьям гражданских выплатят по 50 тысяч долларов. Светлана Корольская, Александр Чевдарь, Наши Новости, Москва.